Новости на телеканале Видное ТВ. Я, Татьяна Брылова, приветствую всех, кто сейчас с нами. Вначале коротко о темах выпуска. В честь 90-летия Ленинского района наградили нашего известного земляка Михаила Никитовича Долиум. С огромным удовольствием вручаю вам медаль, которая называется «Юбилейные 90 лет Ленинскому району». Контактный зоопарк, расположенный в Центральном городском парке, готовится к зиме. Большинство животных специально линяет к зиме. Философия здоровья, секреты долголетия узнали участники встречи в Развилковской библиотеке. Современные условия, они меняют вот эти вот возможности, как бы оздоравливают себя. Медалью за заслуги перед муниципалитетом в честь 90-летия Ленинского района наградили нашего известного земляка Михаила Никитовича Долю. В гости к ветерану пришел глава городского поселения «Видное» Моисей Шимаилов. Здравствуйте. Можно? Да, можно. Здравствуйте, Михаил Никитич. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите вас поприветствовать? Очень рад. Я очень рад очередной нашей встрече. Почетный гражданин Видного Михаил Доля – человек-легенда. Фронтовик, первостроитель – один из тех, благодаря кому рабочий поселок превратился в красивый зеленый уголок Подмосковья и стал городом. При нем начал работать коксогазовый завод, и Михаил Никитович внес большой вклад в развитие промышленного производства. Глава городского поселения «Видное» Моисей Шимаилов вручил ветерану почетную награду. И вот по поручению главы района от себя лично я с огромным удовольствием вручаю вам медаль, которая называется «Юбилейные 90 лет Ленинскому району». Михаил Никитович давно уже на пенсии, но не теряет интереса к жизни. В неформальной беседе с главой «Видного» они обсудили текущие дела, прошедшие мероприятия. Прощаясь, Моисей Шимаилов пожелал ветерану здоровья. Больше года назад у видновчан появился новый вид досуга. Летом прошлого года на территории Центрального парка был открыт контактный зоопарк. Ежедневно его посещают порядка 150 человек. К радости местных жителей он не закрывается и в зимний период. О том, как сотрудники будут готовить обитателей маленькой фермы к зимовью, узнала Юлия Погосян. Центральный парк отдыха города «Видное». В глубине за аккуратной деревянной изгородью спряталась маленькая ферма. В зоопарке 50 животных. Здесь есть и лисы, енот, кролики, козы, лошадь. Все животные привиты и с удовольствием идут на контакт с человеком. В чем мы и убедились. Полуторагодовалая Милана в контактном зоопарке впервые. Девочка в восторге от оленя, который так же, как и остальные зверушки, дает себя погладить. Нам очень понравилось. Ребенок в восторге. Все есть. На кого посмотреть. Особенно енот забавный. Зоопарк был открыт в начале лета прошлого года. Ежедневно его посещают около 150 человек. К радости посетителей он не закрывается даже в зимний период. Все звери приспособлены к минусовым температурам. Большинство животных специально линяют к зиме. Здесь большинство животных, которые у нас тут находятся, они выросли в естественных условиях. То есть со сменой климата, а не в квартирных. Поэтому они очень хорошо линяют каждому сезону. Кроме носух. Носухи у нас находятся в специальном вольере утепленном. То есть там две стороны утепленные, неутепленные. И для них мы провели отопление. А в вольеры для свиней, овец, козлов и коня сотрудники парка провели инфракрасные лампы. Чтобы в большой минус животные чувствовали себя комфортно. Сейчас мы еще не включаем, потому что не требуется. Но думаю, когда стабильно будет минусовая температура, плюс от минус 10 до нуля и не будет повышаться кверху, мы будем включать. Несмотря на то, что контактный зоопарк работает круглогодично, зимой количество посетителей снижается. А значит, уменьшается и прибыль, за счет которой животные обеспечиваются едой и уходом. В связи с этим руководством маленькой фермы введена программа адресной помощи зверятам. Любой желающий может взять под опеку того или иного четвероногого. Так поступила и видновчанка Анна Мезина. Он вроде и контактный зоопарк, но с другой стороны, за животными сделан такой уход. И они находятся в безопасности от излишнего контакта. Ну, плюс ко всему мне понравилось вообще содержание животных, уход за ними и сами животные. Все опекуны имеют ряд бесплатных возможностей. Посещение зоопарка, катание на лошади, доступ в вольеры. Конечно, после определенной подготовки. Поэтому, если есть желание, станьте и вы для одного из зверей другом. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно.ТВ. В преддверии Дня Белой Трости в Развилковской библиотеке провели лекцию о здоровом образе жизни и раскрыли секреты долголетия. А кандидат технических наук Георгий Меланифиди рассказал о своей книге под названием «Моя философия здоровья». Анастасия Воронина побывала на встрече и узнала много интересного. Сколько раз в день необходимо принимать пищу и пить воду? Каким спортом полезно заниматься в любом возрасте? Продлевает ли жизнь закаливание? Об этом и не только поговорили в Развилковской библиотеке на лекции, посвященной здоровому образу жизни. Иосиф Гринберг, журналист, соронник закаливания и автор собственной системы, стал идейным вдохновителем встречи. Такие простые мысли всегда приходят ко времени. Дело в том, что в обществе сейчас назрела необходимость того, чтобы просто быть здоровым. При том, что мы сейчас немного денег имеем на лекарства, при том, что сейчас экология и так далее. Поэтому, а как выжить, это не вопрос. Ведь главное – то мысли друг сердечный. Ведь это ключик жизни вечной. Главным спикером встречи стал кандидат технических наук Георгий Меланифиди. Всю свою жизнь он интересуется медициной и, будучи математиком, рассматривает человека как большую систему. Жителям Развилки Георгий Федорович представил свою небольшую книгу под названием «Моя философия здоровья», работа над которой заняла у него немало времени. Любое средство, которое ты хочешь употребить для того, чтобы быть здоровым, нужно, чтобы оно было любимым. Понимаете? Это должно стать вашим убеждением. Но ни в коем случае нельзя это превращать в культ. Культ, он всегда деградирует психику человека. Автор книги раскрыл секрет того, как ему удается сохранять свое здоровье и вести активный образ жизни. А также рассказал несколько необычных фактов о строении человека. Сузы головного мозга пульсируют с частотой 100 тысяч пульсаций в час. Вы же этого не ощущаете. Вот насколько сложен организм. Слушатели смогли задать Георгию Меланифиди вопросы, которых оказалось много, что означало интерес к ведущему лекции. Каждое утро кушаете яблоко. А какие яблоки вы едите? Отечественные, потому что в сети очень много искусственных удобрений. Среди пришедших на лекцию оказались и те, кто тоже имеет свою философию здоровья и пользуется ею уже многие годы. Обливается холодной водой, много плавает, испытывает систему голодания или, как вера масцевая, на протяжении всей своей жизни постоянно открывает для себя что-то новое. Современные условия, они меняют вот эти вот возможности как бы оздоравливать себя. И у меня вот сейчас в данное время, мне 80 лет, и я, значит, занимаюсь больше дыхательной гимнастикой, потому что есть и литература, все по ходу, вот как бы хатха-йога, она, это физическая ступень йоги. А еще важно чувствовать свой организм, как это делает Валентина Ковалева. Самое главное, вот я считаю, что это прислушиваться к себе. Вот говорят, вот кисло-молочный, кефир, это очень полезно. Ну я выпью один стакан, на следующий день еще выпью. Потом, ну не хочу. Я просто не хочу. Может быть, он очень полезный, а я не хочу. Поэтому прислушиваться к себе. Правильно говорят, как он сказал, ешь что хочешь, когда хочешь, с кем хочешь. Познакомившись с историями многих людей абсолютно разного возраста, все пришли к общему мнению. У каждого человека своя индивидуальная философия здоровья, позволяющая жить счастливо долгие годы. Анастасия Воронина, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Первый областной фестиваль детских поэтов и писателей «Край мой любимый» проходил во многих муниципалитетах региона. Вот и в Центральной Видномской библиотеке авторы сказок и стихов рассказали маленьким слушателям о своих произведениях. В мир детской литературы окунулся и наш корреспондент Арсений Рогозянский. Фестиваль «Край мой любимый» приурочен к 90-летию Московской области. За три дня в рамках проекта в 21 муниципалитете региона состоялось 25 встреч детских поэтов и писателей с юной публикой. В Видновской Центральной библиотеке мероприятие провели члены литературных объединений имени Филиппа Шкулева и Рифма Плюс, которые помимо серьезных произведений пишут еще и для детей. «Получила рассылку от губернской библиотеки о первом фестивале детских поэтов и писателей. Я с очень большой радостью это восприняла, потому что для меня работать с детьми, встречаться с детьми – это такая большая радость, потому что я сама в профессии учитель начальных классов, но сейчас я на пенсии, и встретиться с детьми лишний раз для меня – большое счастье». Ученики 2-го В-класса Видновского художественно-технического лицея попробовали себя в роли начинающих поэтов, пытаясь составить рифмы, а также отгадывали загадки. «Пирожки из этих ягод удивительно вкусные. Губы, рот от них как мякоть станут истинно черны». «Черны!» «Черны!» Самые активные из ребят получили в подарок книги авторов с их автографами. А главное – мораль сказок смог унести с собой каждый маленький читатель. «Сначала надо узнать, волшебник ты или нет. И ты должен для других делать добрые дела». «Может, какой-нибудь даже любой человек, даже взрослый или маленький, может стать волшебником, и неважно, какой он по образу». Разговорами о волшебстве детей увлек писатель-сказочник Юрий Егоров. Он смог поменять взгляды детей на то, кто же такие маги, а также рассказал, что стать им может любой желающий. «Я рассказал сюжет сказки «Как стать волшебником». И, по-моему, детям стало очень интересно, потому что волшебник – это не тот человек, который ходит в каком-то необычном одеянии, а это человек, который умеет творить чудеса». Волшебство – дело тонкое, а научиться ему можно, прочитав произведения детских авторов. Учитель 2-го В-класса Елена Козырянца уверена, ее подопечные точно все прочтут. «Дети, конечно, у меня читающие. Большинство из них очень любит читать, очень много читают. Обязательно прочитают все, что нам дали, все, что нам подарили. И часть книг мы отдадим, конечно, в библиотеку». В общей сложности около 60 мастеров слова по всей Московской области проводили подобные встречи. Первый и, возможно, не последний фестиваль «Край ему любимый» показал, насколько богат регион детскими поэтами и прозаиками. Арсений Рогозянский, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ. И на этом наш выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова